всем привет в седьмом туре я встречался с представителем южного федерального округа давидом закаряном и после и было принято решение пойти и повторить часть партии славы из 5 просто давид играет вообще все тут и четыре коня и шотландская то есть повторять надо было много но мне захотелось пойти слон c5 и позиции и любимая доля подготовки съелась именно этой линии единственная партия в которой нам удалось угадать 10 ходов противника то есть ну в разном порядке ходов 10 кто противника угадать удалось не удалось угадать 10 своих здесь я должен был пойти слон d7 с идеей коня 5 черных великолепнейшая позиция но я перепутал с другой линии сыграл ладья опять ладья опять ход серьезно ну не точностью большой не является к тому же я был уверен что играю правильно к тому же мой противник начал качать головой что вот что-то он тут не так сделал но вообще про поведение противника за доской вообще отдельная песня может быть еще где-то упомянул об этом идея черных пойти b5 и сожрать слона ну понятно что надо играть d4 и здесь игра только начинается у черных вполне вполне нормальная позиция как не после партии объяснял тренер здесь перепутал ну как бы просто пошел на более сложную борьбу чем после слон d7 вот а3 безусловно слабый ослаблен на поле b3 после слон е6 черных черным удалось разменять тупого слона и своего тупого белого то очень сильного который давил на и все и после слон бьет е3 ладья бьет е3 я здесь к сожалению опытом разыгрывания таких позиций у меня было ровно ноль поэтому пришлось тратить много времени то есть ход d5 отнял много времени я не был уверен в том что после еды но бить еды глупо пешка теряется ой бьет d5 у меня все прекрасно ну так вот сейчас смотрю на позицию понимаю что куда бы платья белых не отошла лошадка прыгает на f4 вторая на d5 ладья идет на d5 2 отдает по линии при случае ферзь подключается давлению на все да и на d3 и на g6 и вы видите какой красивый стала доска после того как я на ней паутинку нарисовал из ходов фигур ну черных явно лучше здесь вот естественно последовало ферзь c2 но до 4 белым не выгодно меняться на d4 я по-моему хотел бы хотел бить просто пешкой хотя возможно наверное и взятие конем и потом уже пешкой чтобы быстрее c5 b5 где-то провести ну понятно что никто не бьет теперь конь h5 тренер сказал что это хороший ход правильно я завел коня на f4 но вот здесь ход ферзь d6 не уже ему не понравился берет стоило сыграть ладья c5 заставить его пойти c4 и заняться проведением b5 но ход ладья c5 он держится на чем черные хотят сыграть b7 b5 и у них ладья на c5 расположена великолепно он держится на том что после ферзь бьет a5 dc b4 ладья c5 не теряется более того c2 ладья c3 сейчас на d3 висит конь готов прыгнуть на d4 ферзь a4 находится в какой-то ну непонятной позиции так мягко скажем есть большое подозрение что белые здесь не уравняли а я сыграл ферзь d6 и сильный ход же 3 же 3 мне понравился потому что я бить наш 3 не могу если я съем наш 3 то за пешку белых здесь конечно отличнейшая компенсация нас они могут наверное вообще наплевать на королевский фланг ферзь е2 ферзь h5 ладья h1 и конь g4 а могут наверное не плевать а как и c4 заперли здесь и только потом все это проводим конец g4 его невозможно выбить ладья опять очень долго будет идти в игру и аж черная здесь точно получат мат ну понятно что я конь g6 ушел последовала ладья c1 я думал что ему надо играть все-таки h4 вот и я смог взять на c3 играть без пешки после bc ферзь бьет а3 давид не захотел ферзь бьет c3 ладья b5 да вот где-то вот в этот момент он не просто вот по моему после dc он подошел и прежде чем записать ход так с размаху ручку на стол кинул типа очень недоволен тем что я сделал сильный ход в общем поведение противника вызывало серьезные вопросы вплоть до того что у меня в какой-то момент чуть позднее руки чесались проверить челюсть крепость челюсти это со мной впервые вообще в жизни то есть меня никто вообще не может не мог никогда вывести из себя за доской и конечно это проблема не давида моя то есть надо что-то тут не с нервной системой сделать поспокойнее относиться к выходкам противник ладья b5 ладья идет на b3 у белых очень неприятная позиция так здесь я придумал от ладья f7 и может быть неправильно сейчас где-то движок рисовал отличную возможность какую не помню включать не хочу но в общем вот это тэш при мне тоже очень сильно нравился потому что конь идет на d4 а ладью я отправил назад вот я опять лошадь перешла на d7 в какой-то момент я выпустил очень большой перевес какой блин что-то понять не могу может быть после ферзь c2 может здесь ну вот я всем логично я хочу пойти конь d4 может здесь в общем ладно плюнем на этот большой перевес значит пешку а4 белая отнять не смогли пешкой и 5 под защитой у черных очень простая игра король придет на д6 пешкой встает на b5 конь на d4 и мы начинаем двигать на ферзевом фланге поэтому белые обязаны играть ну создавать игру на королевском то есть вот он зафиксировал пешку а6 играл то он очень неплохо как мне кажется ладья f8 но это я хочу короля на d6 вести почему-то через и всеми не через ф8 заодно заманил его на конь а4 да вот здесь после кони в 6 давид что-то начал корчить морды и что-то там шептать про себя тоже проявлял крайне неудовольство тем что я сделал этот ход вот ну в общем опять же зачем я все это заметил зачем я на это обращал внимание не понимаю взял взял на f6 брать белые должны черные укрепили пешку е5 а да чуть позднее я играл нормально то есть вот по моему в этот момент я мог пойти кони опять и движок считает что у белых здесь очень большие проблемы да то есть вот это практически выигранная позиция что-то ладья b3 по-моему он рисует и если вы там d4 то черное вроде заходят просто ладьей на g4 и начинают все отнимать все это имеется в виду пешку f3 может быть ну да может я не досчитал до этого момента если белая не ходят d4 играют как нибудь вот здесь ладья d2 ну надо надо думать может быть просто конец и 6 а может быть также ладью ножи 4 закинуть ладья же 8 ладья же 4 и нет хода король е3 за кольца 4 шах да вот коня 5 я думаю что я бы еще увидел много неприятных для себя сцен вот но я ошибся я считал что и так уже большой перевес и явно переоценивал позицию король f2 ладья а7 ладья же 8 ну вот он очень четко все разменивает мне удается захватить открытую линию и очень сильный ход ладья аж 2 белые хотят просто разменять ладьи ладья же 2 ладья аж 2 но сейчас если мы бьем на аж 2 то он хоть убьет к нему угрожает сыграть конь g4 поэтому размена пушек не избежать но хочется сделать это в идеальной редакции здесь конечно был интересный ход ладья бьют f4 на король е3 е5 и если ладья же 6 такой d4 но я не уверен был в том что этот владельник у черных с большими шансами на победу чем коневой все-таки пешка h5 опасно хотя мы на b2 вроде забираем и там все время грозит b4 и пешка идет до 2 то есть подозревая что в этом владельнике шансы у черных были но мне померещилось что коневой выиграл то есть мне показалось что давид очень неудачно разыграл окончание к сожалению запаса прочности у белых хватило король d2 конь b3 король c3 конь d4 король d2 f5 я уже здесь уверен на сто процентов что выигрываю но нашлась какая-то фантастическая геометрия конь f3 c3 bc коль бьет а3 и вот здесь конь c4 конь d4 ну можно было сыграть конь d6 просто сохранив все пешки это еще давала определенные иллюзии да потом пешка начинает его отвлекать и потом я хочу слопать на f4 и наш 5 в идеале королю но здесь меня посетил колоссальный глюк то есть дело в том что после а3 он успевает съесть и вернуться конем на d4 нет я конечно могу поставить не ферзя да тут вилка и черное вообще проиграли а коня и играть с лишним конем но конь на 1 арестован конем d4 и вряд ли здесь черная сильнейшая страна вот а я пошел король d5 но это тоже дебильный ход конь бьет f5 a3 a2 ну и все белая лошадь прискакала к пешке а и король успевает ее отнять и здесь очень сильный ход конь g5 все белая добрались до пешки а 6 если бы я коня не съел то они бы сыграли кони в 7 ну и играть стало нечем мы подписали бланки но мне немножко неудобно но руку я противнику протягивать не стал то есть сейчас сейчас неудобно да ну какая разница как он себя вел партия такая вот реальный момент был на сорок втором ходу цветнот уже закончен и то есть из цветнота я вышел и можно было посчитать вариант не хватило не хватило чуть-чуть здоровья ладно все всем спасибо